Вы смотрите этот ролик в интернете, в глобальной сети, а раз так, то вы 100% каждый день подвержены влиянию массовой культуры. Она повсюду, из кинотеатров, в рекламе, в разных постах, в пабликах, в мемасике, это тоже массовая культура. И принято говорить, что она ужасна, что массовая культура отупляет, порабощает, и вообще, вот то, что массовое, то, в принципе, значит говноедство. И обычно те, кто подобные речи толкают, очень мало знают о происхождении массовой культуры, ее истоках, целях, мотивах и вообще всем остальном. Здрасте, вы на канале Сейна, и сегодня мы разберемся, что ж таки не так с массовой культурой и чем же она так плохая. Для начала стоит понять, кого называли массами. Вообще, единственными потребителями искусства и хоть какой-то информации очень долго была очень маленькая группа человечества. То есть какие-нибудь богатые люди, которые могли себе позволить там гонцов, самые первые печатные издания могли себе позволить. Потом, собственно, такие же богатые люди ходили в первые театры и кинотеатры. И, собственно, большая часть классического искусства, она в момент создания была адресована и презентована исключительно самым вот высшим слоям общества. Что же делали все остальные? Как раз таки массы. Сначала у них была только религия, больше ничего. То есть все, что можно было читать, это вот Библию и может какие-нибудь жития святых, а еще тебя как бы не учили читать, а зачем тебе тогда читать, правильно? И ситуация оставалась ровно такой очень долго, потому что все остальные вот формы искусства это дорогие книги, которые надо уметь читать. Дорогие журналы, которые как бы выходят регулярно, но на твою зарплату какую-то или на то, что там получаешь со своего огорода, не попокупаешь этих журналов дорогих. И поэтому массы общались в основном там о боге, о соседских коровах, передавали друг другу всякий фольклор, там сказки, хуяски, ну понимаете? Однако все изменилось с появлением первых копеечных газет. В 1863 году появилась Пти-журналь. Французская копеечная газета, которая как раз таки была первой. Она стоила в 4 раза дешевле, чем любые ее конкуренты на рынке постоянных новостных изданий. И это первая газета, которая достигла миллионного тиража. До этого в таком количестве никакую информацию не печатали, потому что никогда не было столько покупателей. Но удешевив ее до нельзя, ее стали продавать. Однако, несмотря на то, что обычным людям стало резко хватать денег на журналы и газеты, конкретно Пти-журналь, у них все еще не хватало немножко культурного базиса, потому что предыдущие читатели газеты и журналов, богатые люди, они, как правило, были, соответственно, образованные, знали основные культурные произведения прошлого и настоящего, разбирались в политике, экономике и, в общем, всем том, о чем говорили обычные газеты и журналы. Массовая же публика такими знаниями не обладала, и ей не особо интересны биржевые сводки, например. И поэтому большая часть информации в этой самой Пти-журналь представляла из себя разные сенсации, кричащие заголовки, уголовная хроника обязательно, и также романы-фильетоны. На этом стоит остановиться подробнее. В принципе, существует понятие «фильетонный век». Что это значит? Фильетон — это такой простецкий рассказик, который, как правило, не имеет в себе серьезной драмы, там, какого-нибудь лихо закрученного сюжета, двойного дна. Это просто веселый рассказик, который можно прочесть на досуге и так, па, увеселиться. И фильетоны гораздо легче для восприятия, чем, допустим, там, серьезные большие произведения. И как раз-таки этими фильетонами и кормили обычные массы. Потому что не факт, что они бы съели что-то другое. Однако словосочетание «фильетонный век» принято употреблять в контексте, что люди от этого тупеют. То есть они упрощают потребляемый контент, привет, алдам, и из-за этого становятся глупее, не развиваются. Однако это было не до конца справедливо, потому что все-таки просто в первую очередь изменилась публика. И те, кто сейчас употребляют фильетоны, зачастую до этого фильетоны не употребляли, а употребляли ничего. И пти-журналь породила понятие «пресса общего интереса». И эта тема разрослась настолько, что вот сейчас вот, внимание, в 1881 году только в Париже было 80 ежедневных газет. Вы вдумайтесь, каждый день выходит 80 разных изданий. Да хуе ли он лет назад? Подобное изрождение массовой культуры и начало диалога с самыми простыми людьми происходило в самых разных сферах искусства по-разному. Но вот так это вот происходило в журналистике. И подобные принципы после этого начали перенимать и все остальные. Принцип такой «усредняй и упрощай, делай то, что зайдет как можно большему количеству людей, и это будут скупать». И если смотреть под этой призмой на любое современное искусство, которое популярное, или что еще интереснее хочет быть популярным, то можно заметить, на каких темах оно играет и какие образы оно берет. Вот, допустим, вся современная попса, она про любовь. Потому что любой мальчик влюблялся в девочку, любая девочка влюблялась в мальчика, а если можно еще и полами поменяться, то это еще и поинтереснее происходит. Играют на патриотических чувствах, на том, как кто любит своих родителей, как кто хочет щеночка и белый кадиллак, или кучу бабок, да. «Я самый богатый и красивый, ебу прекрасного мужчину». Просто вот рай в шалаше каждая песня. И такие же прекрасные мужчины нас ожидают в кино. Однотипные красавчики, либо аккуратно выбритые, либо с аккуратно выбритой щетиной. И они все ходят там на фоне взрывов, чтобы там женщины получили удовольствие от мужиков, которые красивые, а мужики получили удовольствие от взрывов, которые на фоне мужика. И вне зависимости от того, что человек делает утром, чем кончается его вечер, эти фильмы продаются везде. Именно поэтому так масштабен и силен Голливуд. Потому что даже без крутого сценария, там, крутых актеров или каких-то еще интересных атрибутов фильма, они смогут сделать кино, которое окупится. Однако, что это все значит для нас? Для обычного человека, который не особо чем-то интересуется, и для которого кино — это просто такой же отдых, как, допустим, сходить в парк развлечений. Да? Он приходит, чтобы его подразвлекли. Который слушает музыку только там в музыкальных подборках, в пабликах или случайно по радио. Который читает книжки никогда. Для него весь мой предыдущий спич абсолютно бесполезен. Если ты такой, прости, чувак, блядь, случайно вышла, не на тот-то канал зашел, извини. Если же это все к вам не относится, и вы тщательно и избирательно в своем поиске того, что вы потребляете, тогда вам уже не подходит то, что делается на всех. Конвейер контента для широких масс, он как бы удобный и классный, потому что широкие массы всегда сыты. Но беда в том, что это отчасти замкнутый круг, потому что контент делается исходя из людей. Люди смотрят на огромную массу людей, а как вы понимаете, любые ваши индивидуальные особенности, когда вас поставить среди еще тысяч человек, они очень сильно замыливаются. Уже ваши какие-то тонкие вкусы не так важны, уже нельзя пошутить какую-нибудь шутку очень сильно локальненькую, уже нельзя заговорить о какой-то проблеме, вдруг это кого-то обидит или будет понято неправильно. И вот из-за количества компромиссов, которые приходится сделать на тысячу человек, получается мега усредненный контент. И этот мега усредненный контент получается из-за таких людей, а из-за этого усредненного контента получаются такие люди. То есть понимаете, эта штука, она сама себя бесконечно воспроизводит. Поэтому фильмы «Форсаж» никогда не перестанут выходить, потому что чувак, который ничего не знает, приходит в кинотеатр, он ничего не знает не потому, что он в этом виноват, а потому что ну кто ему скажет, он там знает, что есть кино, ну пойду в кино, приходит в кино, самая яркая большая афиша «Форсаж 8», он пришел, посмотрел, думает, ага, значит кино это когда крутые взрывы, и там мужики собственно всех ебашат, это вот такой видеоаттракцион, окей, я понял. И после этого все, он внутри среды, все сформировано, он пойдет на следующие «Форсажи», потому что так его научили. И я в последнее время что-то прям начал хвататься за заезженные выражения, вот сейчас схвачусь за выражение «не будь серой массой», оно актуально, более всего актуально, именно в контексте «не быть той массой, для которую делают массовый продукт», потому что, несмотря на то, что нет уже такого жесткого разграничения, вот что у нас есть вельможи там в причинах, значит, с манжетами и бархатными халатами, а у них под окном валяется эта черня чистит их ботинки, уже не такое жесткое разделение, однако искусство все еще производится очень похожим образом. Просто теперь это не богатые и бедные, а по сути выкупающие и невыкупающие. В массовой культуре из-за этого безумно интересно разбираться, потому что ничто не может так же широко и ярко отразить настроение целого поколения или страны. И напоследок закину вам интересную мыслишку. Из всего того, что я сказал, помимо прочих, можно сделать вывод, что делать массовый продукт безумно выгодно, потому что у тебя с твоей авторской идеей могут быть риски. Может не удастся, может не зайти. Что-то новое может просто быть воспринято в штыки и понято слишком поздно, из-за чего ты потеряешь деньги. В случае, когда ты делаешь взрывы на фоне красивого мужика, у тебя гораздо больше КПД. И каждый раз, когда вы берете и слушаете, читаете, смотрите какого-то непопулярного автора, спросите себя, а почему он не делает массовое? Что он такого закладывает, что готов потерять вот в прибыли, одобрении, в качестве жизни, соответственно, во всем готов потерять, ради того, чтобы вот что-то такое заложить, вот что-то такое делать, что важнее, чем все остальное. Желаю всем вам находиться в каждом из произведений, которые вы потребляете. Ты знаешь, эта кнопка подписки. Пизда-то я свет поставил, да, вообще? Заебистый, на самом деле, до жути так снимать, но если вам нравится, то... Что делать? Что делать? Жизнь блогера, да! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok